Продолжение следует... Ну, такое, да, знаете, бывает. Я могу себе представить состояние, в котором находился, когда он это программировал. Впрочем, слово программировал, наверное, здесь неприменимо. Не поймите это как личный наезд, просто у каждого бывают разные ситуации в жизни. Вот. Но все-таки большая просьба слишком сильно неработающими программами e-judge не загружать. То есть, смотрите, предполагается, что вы сначала отлаживаете программу дома, ну или где-то там, где вы работаете. Когда вы... Ой, дайте я запишу, что ли, запущу. Сейчас. Это питон. Это окей. И вот оно пошло. Ну так вот, предполагается, что... Оно пошло? Да. Предполагается, что вы сначала программу отлаживаете, то есть убеждаетесь в том, что она работает на каких-то тестах, которые вы... Ну, во-первых, на дефолтном тесте. Вот. А во-вторых, на каких-то тестах, которые вы сами себе придумали, просто для того, чтобы, ну, так сказать... Не опозориться. Вот. Да. Предполагается, что вы программу сначала отлаживаете, а потом уже скармите ее e-judge, и, возможно, тот алгоритм, который вы придумали, бац, оказался не идеальным. И в каких-то случаях, в которых, значит, у e-judge тесты не совпадают с вашими, вам следует еще подумать. Это нормальный алгоритм. У нас не Олимпиада, мы не соревнуемся, кто реже и кто раньше постил свои решения, и у кого быстрее они работают. По крайней мере, пока. И запуск нескольких решений вполне допустим. Никто не будет вам снижать оценки за то, что вы там написали несколько неработающих вариантов, которые там на каком-то тесте свалились. Но когда вы пишете заведомо неработающий код, я внезапно в него смотрю. И это, ну, как это сказать, раздражает. Вот такие дела. Так что просьба все-таки, когда мы работаем с e-judge, скажем, предположительно работающие программы, а не пользоваться им в качестве такого удаленного интерпретатора языка программирования Python. Мазилы открываются. Так, значит, у нас сегодня довольно плотный график. Я не смог этот плотный график попилить на существенно мелкие части. Так что, значит, ждите, что будет такая жесткая нарезка. Ну, или наоборот, мы просто продолжим в следующий раз. Да, еще одно замечание про домашние задания. Я, честно говоря, подозреваю, что последняя задачка из тех, что были в прошлый раз, она сложная. Да, кстати, когда у нас иссякает время? Третьего числа, то есть послезавтра. Да послезавтра домашние задания должны быть сданы. Последняя задачка достаточно сложная. И если у кого-то из вас вот это, если у кого-то из вас не получается ее решить, это не значит, что вы дурак, это всего лишь значит, что на вас сложные задачки не действуют возбуждающие. А поскольку наша задача, в первую очередь, выучить язык программирования, а не научиться решать задачки из сборника головоломок известного французского программиста, то здесь вот, помимо подсказок явных, есть еще подсказка неявная. А именно, если нажать на кнопочку «Комментарии», то мы внезапно увидим вот тут вот изложение алгоритма, с помощью которого эта задача решается. Скажем так, с помощью которого решал ее я. Вот. Такое иногда будет, если я буду давать задачки такие, ну, реально подумать. Просьба тем из вас, кому все-таки интересно, ну, повоевать немножко, да, поскрепить мозжечком, не сразу жать на кнопочку «Комментарии», а некоторое время пытаться побороться с проблемой самостоятельно. Вот. Но, повторяю, ничего зазорного в том, чтобы воспользоваться комментарием, нету, потому что наша задача изучить язык, а не развивать мозг. Хотя, почему бы и не развить мозг, правда? Вот. Теперь, значит, относительно сегодняшнего, о чем мы будем разговаривать сегодня. В первую очередь, я бы хотел... В первую очередь, я бы хотел рассказать про то, ну, начать раскрывать один секрет. Секрет состоит в том, что внутри организации самого языка программирования Python, как вот вычислительной среды, вообще отсутствует понятие операции над объектами. Там нету операции сложения, как таковой, там нету операции умножения, там вообще нет операций. Вот то, чего мы привыкли видеть, когда делаем вот так, да, там. Так, а не слишком ли маленькие буковки? Можно сделать побольше или нормально? Нормально. Все. Ну, давайте посмотрим, какой размер экрана. 100 колонок на 33 ряда. Ну, это близко к идеалу, на самом деле. Ладно, будем так. Значит, так вот, когда мы выполняем вот такую операцию, помните, я говорил, происходит ее лексический анализ, мы разбиваем ее на три лексемы. Чуть погромче, пожалуйста, мне не слышно. Ну, ладно. Вот, значит, мы разбиваем ее на три лексемы. Вот это лексемы – это целое число, вот это вот, вот это лексемы – это целое число, вот это лексемы – это операция. И с точки зрения лексического анализатора операции в питоне, разумеется, существуют. Но в дальнейшем вот это вычисление на самом деле происходит слегка по-другому. На самом деле любая операция возможна над объектом в том и только в том случае, когда у этого объекта есть соответствующие методы. В данном случае у нас есть два целочисленных объекта, и вот такая штука, ну, давайте, а, запятая, б равняется 100, 100 500, запятая 42, вот, что, это была запятая. Вот такая операция на самом деле выглядит немножко не так. Ну, то есть, понятно, что это складывание двух целочисленных объектов, поэтому можно написать, у нас же есть тип int. Давайте посмотрим, что этого типа int внутри. Вот у него куча всяких интересных операций, в частности, у него есть операция add. Помните, я говорил, что методы, которые начинаются на бла-бла, на два подчеркивания, они как бы внутренние, специальные. Так вот, спецметод add и означает операцию сложения. То есть, в действительности, вот такая картинка a плюс b транслируется даже не в int.ad ab Это было бла-бла, да? Вот так. Что, в общем, тоже так, что, в общем, тоже работает. Но непосредственно вот такая картинка a плюс b транслируется в a точка add b То есть, там внутри, на уровне представления объектов в языке, на уровне байт-кода, уже никаких специальных плюсиков, минусиков нету. А тот факт, что мы написали два объекта, которые связаны плюсиком, превращается в тот факт, что к одному объекту применяется метод add другого объекта. Вот и все. То есть, если мы напишем что-то типа плюс вот так вот, то нам питон, на нас питон вырубается, потому что метод add ни строкового объекта, ни целочисленного не поддерживает складывание с, соответственно, целочисленным или строковым объектом. Ну, проверил типа, сказал, что нет, так не бывает, всем до свидания. Вот. И вообще, это верно вообще для всего. То есть, ну, например, например, вот у нас есть какая-нибудь строка, да? И вот у нее есть метод, функция len встроенная, да? на самом деле, никаких, то есть, на самом деле так, на самом деле здесь чуть более хитро. В принципе, если у вас внутри вашего объекта есть метод, который называется, догадайтесь как? Да. Бла-бла, len, бла-бла. То функция len от вашего объекта просто выдаст результат работы этого метода. Это то же самое, что s точка, бла-бла, len, бла-бла, ничего. его. Но удобство и как бы повернутость на пользователя питона состоит в том, что в некоторых случаях функция линг еще будет работать, если она, например, обнаружит, что ваш объект индексируемый, у него можно взять максимальный индекс. Сейчас я точно врать не буду, как это именно устроено, я лучше расскажу потом про то, что знаю. Тем более, что индексирование – это наша сегодняшняя тема. Вот. То есть фактически операции, которые мы проделываем с объектами, это чуть более сложная вещь, чем просто замена их на соответствующие методы. Потому что, например, для того, чтобы пройти по объекту циклом, по последовательности циклом, можно, например, ее индексировать поэлементно, а можно, например, вынуть из нее некоторый итератор, который тебе будет отдавать по одному из элементов, даже если последовательность не индексированная, ну и так дальше. То есть в разных случаях одна и та же операция над объектом может питоном разложиться в вызове различных методов. И вот такое соответствие называется протоколом. Это довольно неформальный термин, который, вообще говоря, не так, кодировщику на питоне не нужен, программисту нужен. Вот. Который означает буквально следующее. Если наш объект поддерживает такие-то и такие-то методы, которые работают так-то, или такие-то, такие-то, которые работают сяк-то, то он поддерживает протокол А. Например, протокол сложения более сложный, или протокол умножения более сложная штука, чем просто вызов метод ADD. Сейчас я попробую объяснить, почему. Смотрите. Вот у нас был пример с целочисленным, с попыткой сложить целочисленный объект и строковый. Мы знаем, что сложить нельзя. А умножить можно? Умножить можно. Мы можем написать что-то типа такого. Умножить на что-то, да? Вот. Согласно тому, что я говорил, в принципе, да, это должно работать примерно так. Вот мы написали А равняется вот эта фигня запятая вот эта фигня. А умножить на Б. Это то же самое, что А, два подчеркивания, ну догадайтесь, что? От Б. Правда же? Ну, а Б умножить на А, это то же самое, что Б, два подчеркивания, от А. Нет. Почему так? Потому что строка, строковый объект, он хорошо знает, как его умножать на число. Это его свойства, да? Умножение строки на число, это, собственно говоря, свойства строкового объекта. И вообще умножение последовательности на число, как правило, во всех питомских последовательствах реализовано. Понятно, мы можем взять ее, просто приклеить саму к себе, и вот получится умноженная последовательность. А вот объект типа int, да, ровным счетом ничего не знает о том, как его умножать на строку и вообще на какую-то последовательность. С чего бы ему? Он целое число. Он может на целое себя умножить, а на строку себя умножить он не может. Поэтому протокол выполнения арифметической операции в питоне выглядит чуть более сложно, чем просто замена одного бента на другой. А именно так мы берем, это, кстати, тоже упрощенный протокол, он на самом деле еще сложнее, но для этого надо еще глубже в кишки питона забираться, мы не станем. Мы берем вот такую операцию b умножить на a. Пробуем применить стандартный метод b.mool.a и получаем, вот имплемент, это такой объект питоновский. Это не, 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 это самое, как его фамилия, не исключение, да, а именно объект. Давайте посмотрим, какого он типа. Вы знаете, какого он типа. Вот. То есть результатом работы вот этой операции является объект, который равен из, да, a умножить на b, b умножить на вот так вот, из вот этот самый нот-наплемент. Прям красивая надпись. Это не, это нот-наплемент. Вот. Видя это, питон, который, повторяю, пытается интерпретировать вот это выражение, говорит, ну хорошо, если так нельзя, давайте попробуем вот так вот. Так называемое правое умножение. Это вуаля. Вот правое умножение, r.mool. Умножение второго аргумента на первый, не аргумент, извините, операнда. Еще раз вопрос задайте. Ну, мы делали b точку a, а сейчас делали r.mool, если мы в обратную сторону, то мы так же самым. Вообще-то в этом смысл умножения. Оно, это, дистрибутивно, как-то, коммутативно, да? Это свойство коммутативности. Коммутативности. Потому что строка знает, как его умножать на число. Я помню, вот была история про то, как одному мальчику поставили двойку за то, что 2 умножил на 3, а не 3 умножил на 2. Она облетела все интернеты, и люди друг друга кидали всякими веществами. Давайте еще раз. Нам нужно умножить всего лишь b на a. Да, мы знаем, что это операция коммутативная. Или, по крайней мере, не так. Нам, в общем-то, пофигу, коммутативна она или нет. Но протокол арифметической операции выглядит следующим образом. Если это операция умножения, то мы берем метод mool, и для начала пытаемся вычислить b, mool, a. Если такая операция возвращает объект, который равен not implemented, это означает, что надо попробовать правую операцию. И тогда мы берем второй оперант, a, берем метод r, mool, так называемый право умножения. И передаем ему в качестве параметра первый оперант. И тоже пробуем, получится или нет. Оно получилось. Да. Нет. Так, нет. А вдруг эта операция не коммутативна. Например, операция сравнения. Или операция вычитания. Давайте мы заменим это на вычитание. Понимаете, да, о чем я? Нельзя заменить b минус a на a минус b. А вот если это правое вычитание, r суб, то оно будет написано именно из соображений, что мы вычитаем второй оперант из первого, а не наоборот. Давайте посмотрим. Ну, допустим, a. Вот это ad, вот это r ad. А давайте прямо на букву r смотреть, да? Не вижу. r, mool есть. А r ad это и нету. А, ну понятно, почему нету. Потому что, потому что мы не планировали. Смотрите, вопрос обратный. Да? Если соответствующий метод определен, он будет, его будут искать. Если он не определен, не будет. Дело именно в этом. r, mool это, видимо, деление, да? И больше я не вижу. А, слушайте, это же, это же, да. Давайте вот сюда посмотрим. r, mool. И опять r mod. Что-что? А, ну да. А. А тоже строка, да? b. А b число. О. А здесь тоже r. А здесь есть только r ad. А r, mool, r ad. А здесь дофига их, смотрите. r end, r div mod, r... Нет, это репр. Целочисленное деление r, r mool, r or. Ну, короче, у числа довольно... Это числа? У числа довольно много правых операций. Вот такое, вот такой простой трюк позволяет нам с одной стороны выдерживать строгую типизацию. Как видите, мы никогда не вызываем операций над непонятно какими типами, которые как бы сами собой работают. Мы всегда вызываем в точности известный метод, в точности известного объекта, но вот в таких вот ситуациях, как, например, умножение, да, нам приходится, приходится немножко, немножко поупражняться. Ещё вопросы? Окей. Значит, кстати сказать... Это было b. No complemented r ad. Ага. Понятно, да, почему оно не работает? Потому что у соответствующего объекта просто нет r ad. Поэтому, если мы говорим a плюс b, но нам выдаёт ошибку, что мы не можем так сделать, а если мы говорим b плюс a, он говорит, что тип несоответствующий. Потому что соответствующего метода просто нет. Вот такие дела. Значит, это что касается протокола. То есть, когда мы восполняем операцию над объектом, в действительности мы обращаемся к сравнительно несложному протоколу выбора между несколькими вариантами работы с методами этих объектов. И в этом весь смысл питом. Почему я про это решил сегодня рассказать? Потому что, когда мы говорим про последовательности, на самом деле мы тоже говорим про понятие протокол последовательности. В разных случаях последовательность может... А последовательность это то, на что мы можем последовательно посмотреть. Сначала взять нулевой элемент, потом первый и так дальше, потом последний. В разных случаях последовательность может быть организована различными способами. Это не обязательно, скажем, индексируемая, хранимая последовательность, как картеж или массив. Мы сейчас это посмотрим. Вот. И мы сегодня посмотрим один вариант реализации протокола последовательности, а в следующий раз другой. Значит, последовательность... Ну, мы знаем, что такое последовательность. Да, вот, например, последовательностью является строка. Да? Потому что мы можем взять какой-нибудь ее, ну не знаю, там, нулевой элемент. Вот. Ой, нет. Вот так. Вот. Последовательностью является, ну, не знаю, там, список. Ну и пускай будет точка. Чем плохо-то? Ладно. Вот здесь она была. Значит, последовательностью является картеж и еще некоторое количество... Мы про это поговорим сегодня. Некоторое количество стандартных встроенных питон-типов являются последовательностью. Тон факт, что они являются последовательными, делает их... Делает возможным использовать их в двух местах. В операторе цикла for и в операции, которая называется операцией распаковки. Мы знаем операцию распаковки по множественному связыванию. Ну вот давайте с нее и начнем, а потом уже придем к for. Мы знаем вот такую конструкцию. Да? Значит, здесь буквально написано, у нас есть три имени в левой части связывания и последовательность в правой части связывания. Мы эту последовательность должны разделить на три части и, соответственно, имена, которые там в левой части написаны, будут связывать элементы этой последовательности. Вот. Это, собственно, операция распаковки, когда у нас последовательность делится на кусочки, и эти кусочки, а с ними потом идет работа отдельно, и связывание идет отдельно. Вот. Так вот, справа стоит произвольная последовательность. Мы можем писать вот так. и вообще взять какую хотите последовательность, лишь бы по ней можно было пройти, лишь бы ее можно было распаковать. Любой объект, который поддерживает протокол последовательности. Мы, кстати, под конец семестра будем сами писать такие объекты, совершенно точно обязательно обещаю вам это. Я гарантирую это. Значит, операция распаковки. Операция распаковки нам встретится еще в следующий раз, когда мы будем говорить про функции, кстати. Но самая главная фишка, конечно, последовательности, это то, что они могут участвовать в операторе цикла FOR, который выглядит вот так. FOR в простейшем варианте. Там C, IN, последовательность, и тело. Что это означает? Это означает, что мы проходим поэлементно ту последовательность, которая стоит после ключевого слова IN, любую, лишь бы она поддерживала протокол последовательности. Каждый элемент внутри тела нашего цикла будет связан именем C в данном случае. Ну, мы что хотим с этим объектом, то и делаем. Я думаю, что ничего сложного в этом нету, просто от слова совсем. Да? Какие у нас еще есть последовательности? FOR, C, IN, ну не знаю, там, раз, два, одно, да, да, да. Вот, собственно, и все. Так же, как в цикле VL, так же, как в условном операторе, этот самый составной оператор тела цикла – это просто несколько операторов, записанный в столбик, вот, с одинаковым отступом. Ничего такого. Итак, в цикле FOR справа должна стоять последовательность, какова бы она ни была, тогда в левой его части имена будут принимать значение элементов этой последовательности. Если вы посмотрите в лекции, там написано имена, а не имя. Что это значит? Это значит, можем написать примерно так. А равняется 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, да? Вот. Сколько элементов в последовательности А? Три. Какого она типа? Она кто? Нет? Кортеж. Ну или по-питоне тюпль. Вот. Нерусское слово тюпль на русский язык переводится русским словом кортеж. Вот. Значит, соответственно, вы можете написать вот так, FOR, и использовать здесь операцию распаковки, все ту же. А, запятая B, нет? В, нет. 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 В. В, нет. В, нет. В, нет. В. В, нет. 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 В. В, нет. В И на каждой из них будет происходить операция распаковки. Чтобы тему с последовательностями слегка подзакрыть и с распаковкой тоже, напомню, что есть еще более хитрые трюки, например, вот такой. А, B, C, D равняется. Так работать не будет, потому что у нас последовательность справа длиной не такова, чем количество имен слева. Но одно из этих имен можно назначить качолом, в котором будет складываться в виде списка распакованная часть последовательности справа. Обратите внимание, что справа у нас стоял кортеж, а в B положился список. То есть операция связывания сначала распаковала всю последовательность, а потом в той или иной форме связала элементы этой последовательности, ну, в частности, A, C и D у нас просто указывают на объекты типа int, на элементы последовательности, а вот B указывают на весь остальной кусок этого самого... Не так. А B — это вновь сформированный объект типа список, типа лист. Видите, у него квадратные скобки. Вновь сформированный объект типа лист, который сформирован из оставшихся элементов этой самой распаковываемой последовательности. Да. Да, ну смотрите, значит, качом может быть только один. Соответственно, алгоритм следующий. Поскольку все остальные имена должны связывать ровно один элемент последовательности, мы связываем первый элемент, ну, нулевой элемент, предпоследний и последний, а все, что осталось, запихиваем в B. Например. Видите, да? Все, что осталось. Вот если я сделаю их два, вот здесь, будет ошибка, потому что у нас есть три обязательных места, куда нужно запихивать элементы. Такие дела. И это что касается распаковки. Нелишно добавить, что в цикле for есть все те же клаузы, что и в цикле while, а именно break, continue, которые работают совершенно ожидаемым образом, и else, который, напоминаю, работает так, что если вы вышли из цикла for, потому что у вас последовательность закончилась, то вы выполняете клаузу else, так же, как в условном операторе. Если условие неверно, выполняется клауза else. Если вы вышли из цикла for штатно, потому что у вас больше, незачем его повторять, закончилась последовательность, то вы выполняете клаузу else. Если вы вышли из цикла for по break, то цикл клауза else не выполняется. То домашнее задание, или вернее, то упражнение, которое мы делали в прошлый раз, оно отлично делается с помощью цикла for. Ввести, проверить, первый попавшийся нашли, если нашли, делаем break, и значит у нас клауза else не выполняется, а если не нашли, как бы клауза else выполняется. Нужно пояснять, писать четыре строчки, примеры сейчас. Мне кажется, понятно. Вот, пример со строками-кортежами. Я сказал, вот это я сказал, что в множественном связании последовательность любая. Ну так вот, какие у нас бывают последовательности? И вообще, что такое последовательность, из чего состоит протокол последовательности? Один из вариантов протокола последовательности, это ситуация, когда ваш объект содержит метод, который называется getItem. Давайте посмотрим. Ну, допустим, на примере кортежа. c равняется раз, два, нет, давайте мы... Так, тут что-то было лишнее. Вот так. Вот он, этот метод, getItem. И он означает, знаете, кооперацию, квадратную скобочку. То есть, если мы говорим c2, то это то же самое, что c getItem2. Как я уже говорил, операция в питоне, это всего лишь синтоксический сахар для вызова соответствующих методов. В данном случае методы getItem. Вот. Ну, что можно делать? Как, значит, индексирование... Да, значит, кортеж это индексируемый объект, то есть объект с прямым доступом. Можем получить в любой момент времени любой из элементов кортежа. Это не всегда так. Есть такие последовательности, в которых мы можем получить только текущий элемент, а за ним только следующий элемент, а за ним только следующий. Вот. Так вот, в кортеже мы всегда можем получить любой элемент, как в любом массиве. Вот. Хотим первый, хотим нулевой, хотим последний. Что будет означать, собственно, вот такой вот, абсолютно эквивалентно вот такой операции. Одно эквивалентно другому. Значит, индексирование от конца, минус один последний элемент, минус два предпоследний, в общем, понятно. Если вы подчинение укажете неправильный индекс, возникнет исключение, индекс out of range, ну, точнее, индекс error. Вот. Ну, как бы по вполне понятным причинам, да. Не лезьте туда, где нет. Вот. Ничего сложного. Я не знаю, рассказывал ли я, если нет, самое время рассказать, что помимо операции индексирования, над последовательностями индексированными, можно еще проводить операцию секционирования, то есть взять, брать из них под последовательности. А именно, можно написать вот так. С, вот, ну, давайте мы тут прибавим ему немножко, немножко чиселок. Вот. Можно, например, говорить С, ну, допустим, от второго по пятый. Напоминаю принцип полуинтервала. В питоне все индексы, все подпоследовательности, их границы указываются таким образом, что начальный элемент включен в последовательность, а конечный индекс не включен в последовательность. Здесь в данном случае написано, со второго по пятый элемент, не включая пятый. Вот это второй, вот это третий, вот это четвертый, а пятый не включая. В общем, довольно просто. Давайте еще что-нибудь напишем. Вот. Более, более интересная штука, можно еще сделать, например, а, нет, смотрите, в отличие от операции секционирования, операция индексирования не вызывает исключения перехода границ. Это сделано вот почему. Почти никогда, то есть, если вы в коде написали обращение к вашей последовательности, к конкретному ее элементу, и внезапно вышли за границей этой последовательности, значит, у вас что-то в алгоритме не так. Вы высчитали эти координаты неправильно. Если вы говорите, хочу отрезать кусок, иногда бывает нужно этот кусок отрезать отсюда и до обеда, или по максимальному значению. В общем, Гвида подумал-подумал и решил, что юзкейс, когда вам не нужно заботиться о том, где у вас максимальный размер, он более важен, чем ситуация, когда вы случайно отрезаете что-то не то. Поэтому операция индексирования не вызывает исключения переполнения, в смысле выгода за границей. Операция индексирования, разумеется, минус 10, минус 1. Разумеется, работает в обе стороны, то есть вы можете указывать индексы, например, вот такие. Обратите внимание, что с помощью отрицательного индекса нельзя указать последний элемент, потому что минус 1 элемент, согласно правилу полуинтервала, не включен в интервал. Поэтому можно написать вот так, это будет отсюда и до конца, или вот так, это будет от начала до пятого элемента, или даже вот так, такой маленький баянчик. Вот, вот этот баянчик, в частности, довольно интересная штука, не помню, рассказывал я или нет, он является точной копией, неглубокой, точной мелкой копией нашего объекта списка, но не является самим этим объектом. Не рассказывал. Смотрите, ну ладно, потом мы сейчас, когда списки будем говорить, мы когда будем говорить про списки, мы про это вспомним. Вот, помимо этого есть еще шаг, да, если вы хотите перевернуть ваш объект, вы можете написать что-нибудь такое, от минус, там, минус второго до минус 12-го, шагом минус один, сейчас, стойте, ой, ну вот, он взял и, а, сейчас, минуточку, вот, вот, сейчас, шагом минус один, вот, видите, он задом наперед пошел, более того, здесь кажется, можно написать вот так вот, и даже вот так вот, вот это будет полностью перевернута объект С, короче, всевозможные мелкие извращения. Не помню, чтобы я в реалайфе пользовался вот этим делом, но, в принципе, это возможно, то есть вы можете указать шаг какой-нибудь не такой, да, вот здесь, допустим, минус 3, все понятно, вопросы по этому месту? Да, конечно, 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 а теперь я немножко открываю, открываю, так сказать, приоткрываем капот в этом месте, да, что там под капотом, а под капотом, как ни странно, все тот же гитайцем, фактически, вот эта операция, С квадратные скобки, это гитайцем, только вот мы ему странный, интересный объект в качестве операнды передаем, ну, в случае, если мы говорим, С, допустим, четвертая, это С гитайцем от четырех, а что же за объект ему передается, когда ему там внутри в этой конструкции двоеточие? Оказывается, есть такой объект, который называется слайс, вот, у которого вы будете удивлены, три параметра, начало, конец и шаг, ну, допустим, от одного до двадцати, с шагом три, ой, с шагом три, черт, я не то написал, извините, до двадцати, с шагом три, чуть такое, это такой объект, типа слайс, так вот, когда мы конструируем вот такую штуку, мы фактически вызываем, как его фамилия, это господи, с гитайцем, с вот этим самым, вот, вот ровно с этим самым параметром, то есть под капотом оказывается, все довольно уныло, у нас один единственный метод, который называется гитайцем, и небольшой синтетический сахар, который превращает вот эти грозди двоеточий, в обычный для питона объект под названием слайс, который, ну, вот он, что он, вот, вот, давайте посмотрим, что в нем есть в этом объекте слайс, в нем есть старт, стоп и степ, еще в нем есть какие-то индексы, но я про них ничего не знаю, то есть, s.start, это один, ну, в общем, вы меня поняли, только степ, вот, более того, если ваш объект поддерживает в качестве параметров гитайцема какие-то еще интересные, типы индексов, бога ради, вы могли, наверное, могли бы написать что-нибудь типа такого, но только тюпль не умеет в качестве индексов принимать тюпль, видите, там написано, я тюпль, я индексы не умею, только целые числа или слайсы, а вы мне тут тюпль передали, но если вы напишете ваш объект таким образом, что ему можно передать в качестве индекса тюпль, будет такая операция индексированная работать, почему бы нет, если нам хватит времени, я даже покажу, но кажется, времени нам не хватит, к этому моменту вопросы, пока мы с вами не будем всем этим пользоваться, мы будем просто писать квадратные скобочки, всем нам будет хорошо, но имейте в виду, что под капотом это вызывается просто в метод, вызов методогетайтем, которым придутся правильные параметры, при этом теперь понятно, почему, например, мы можем взять индекс от, ну там, какого-то бессмысленного значения, мы же можем задать слайс от, там, не знаю, 20 до 5 с шагом 2, почему бы нет, почему бы не создать объект такого типа, другое дело, что соответствующий индекс у нас будет пустой, потому что от 20 до 5 с шагом 2 нет ни одного индекса, вот и все, такая вот, такая вот неожиданная, неожиданное соображение, вот, и это было, что касается, что касается слайша, да, значит, все сказал, примерно такая же штука со стройками, потому что стройки, это тоже неизменяемый составной объект, неизменяемая последовательность, с одним маленьким, одним маленьким, двумя маленькими изменениями, про одно из которых мы поговорим прямо сейчас, а про другое мы говорить сейчас не будем, потому что у нас будет отдельная лекция, где мы будем рассматривать строки. Значит, что касается строк, что касается строк, то строки являются последовательными, последовательностями чего? Нет. Строк, правильно. Строки являются в питоне последовательными строк. То есть, если мы пишем с, там, допустим, третье, то мы внезапно получаем строку длиной 1. Соответственно, мы можем, я это в первую лекцию уже приводил, мы можем написать вот так, вот, правда, мы не можем написать вот так, ну, потому что у нас строка вся, любая последовательная 1. Что это означает? Это означает, что строка питоновская на самом деле немножко отходит от идеала хранимой последовательности, потому что хранимая последовательность, она как бы где-то в памяти хранит последовательность наших объектов и возвращает по индексу какой-то из них. Строка же в памяти хранит строку, а операция индексирования внезапно порождает на базе одного элемента этой строки строку длиной 1. И вот ее-то нам и возвращает. Вот. Но опять-таки нам это не очень, как бы, это такое соображение, да, потому что мы просто, ну, какая разница для объекта типа, какой, кстати, он типа, стр, это было слово type, это было слово type. Да, для объекта типа стр, метод гететем реализован так. Вот и все. Он берет один элемент строки, формирует из него строку длиной 1 и эту строку возвращает. Вот. Строки можно секционировать, как вы понимаете. Вообще с ними можно делать все то же самое, что вы делали, что вы делали, что мы только что делали с этим самым, с кортежем. Вот. А. Во. А. П. У. Игрек. Т. Ну, понятно. Задом наперед, шагом, сагом минус 2, все, 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 все. строки. Значит, кортежи и строки являются все-таки хранимыми последствиями в том смысле, что все данные, которые возвращаются вам при операции индексирования, они все-таки где-то хранятся. кстати сказать, операции секционирования, конечно же, порождают совсем новый объект, понятное дело. У нас нету вот такой строки. Да даже вот такой строки, у нас это S. Вот такой строки у нас вообще говоря тоже нету. Это новая подстрока, порожденная на основании того, что там хранится. Но тем не менее, вот можно считать, что строка все-таки хранимая последовательность. Есть еще модифицируемые хранимые последовательности, например, список. Вот список, это очень удобная штука, отличается, если вы помните, квадратными скобочками или равняется. Вот. Напоминаю, что, во-первых, видите запятую в конце? Ее там можно сделать. Это нужно, знаете, когда? Когда вы красиво задаете элементы списка в столбик, и вам внезапно нужно после последнего элемента вставить еще один. И начинается, здесь запятую удалили, там запятую вставили, потом где-то забыли. Просто всегда ставьте запятую и просто добавляйте еще одну строчку с запятой вместе, и всем хорошо. Вот. Так вот, и второе, что списки, разумеется, в питоне не являются никакими списками в том смысле, в котором нас учили на первом курсе, это не линкет-лист, это на самом деле таблицы ссылок, динамические массивы ссылок на объекты. То есть там массив, в котором ссылки на объект, они все одинаковые длины, поэтому он массив. Каждая ссылка ссылается на объект питона. И этот массив динамический, потому что туда можно добавить элемент, уголить элемент. Сейчас я про это расскажу. Кстати, в планах это нет, а надо рассказать. Значит, что можно делать с массивом? Для начала с массивом можно делать то же, что и со всеми последовательностями. Брать из него секции, индексировать, все. Во-вторых, любой элемент массива можно удалять, а вместо него записывать другой. То есть как бы присваивать значение элементу массива иное. Например, ну, в смысле, списка. Например, l второе равно, ну, скажем, ку-ку. Я уже говорил, что массив может хранить любые объекты. Вот я взял один объект, поменял на другой. Ну, разумеется, та же самая фигня с отрицательными индексами работать не хуже. Вот здесь настала пора поговорить об том, что, о том, что массив у нас является модифицируемым объектом, и в отличие от ситуации константных объектов список, списков, в смысле, этих самых, кортежей, чисел и строк, вы можете изменить значение, ну, изменить содержимое массива, содержимое списка, а идентификатор у него при этом не поменяется. Помните, что такое идентификатор объекта? В самом начале мы об этом говорили, когда говорили про refcount. Смотрите, какая картина. Вот мы говорим там, типа, m равняется l. Что это означает? Да, что у нашего объекта l, ну, на который ссылается l, на него же еще ссылается и m. И мы можем это проверить, например, так, m из l. Это правда. Мы можем сказать, что-то типа m нулевое равняется m. Нулевое равняется кукуряку. И, понятное дело, поскольку мы модифицировали модифицированный объект, то и по имени m, и по имени l мы увидели одно и то же. Более того, идентификатор, разумеется, этого объекта не изменился. Как был список, так и остался. Мы его модифицировали, но его id остался прежним. Это тот же самый объект. Он, естественно, сам себе равен. Мы можем сделать из него копию двумя способами. Во-первых, мы можем явно вызвать метод копии. Вот. И это будет равный тому объект, но другой. У него id будет другой. Видите? Ну и, соответственно, если мы поменяем что-то в одном из этих объектов, в другом, разумеется, ничего не поменяется. Да, там m, допустим, третья равняется 100500, и мы получаем n и m. Эта копия неглубокая. Что это значит? Это значит, что если в состав нашего объекта входят другие модифицированные объекты, то, разумеется, и в объекте n, и в объекте m будет храниться ссылка на один и тот же модифицированный объект. Ну, например, смотрите, l, допустим, там какое-нибудь четвертое равняется список. l, m. Делаем из него копию. n равняется m.copy. n. n равняется m. n из m. Все пока понятно. Мы уже смотрели, что мы можем модифицировать объект n, и при этом объект m не поменяется, это понятно. Ну, допустим, n нулевое равняется нулю. Все понятно. но смотрите, если есть вопрос, задавайте, пожалуйста. Спасибо. Конечно, нет. Это два разных объекта. Ровно для того смысл создавать копию, чтобы мы случайно не поменяли что-нибудь. Вот. Значит, но обратите внимание, сколько элементов вот в этом объекте, в этом списке? Шесть. Ну, и в этом тоже шесть. Это элементы 0, 2, 3, 4, куку, 5, 4, 6, вот этот список и 3, 2, 4. Так вот, обратите внимание, поскольку n является копией m, то вот этот список и вот этот список это вообще один и тот же объект. Давайте проверим. Это какой номер? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4. m нулевое, не нулевое, четвертое, да, и n четвертое. Видите, да? Это вообще один и тот же объект. Поэтому, если мы напишем что-нибудь такое, n, 4, допустим, 1 равняется z, копия была неглубокой. копий, никто за вас рекурсивно обходить ваши списки, списков, 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 не будет, чтобы создать все вот это дерево заново. Когда мы сказали копия, мы взяли список объектов, сформировали новый список, вставили их туда, все. Если вы хотите глубокую копию, там, по-моему, так и называется, сейчас скажу, как это называется, import копия, это в модуле копия лежит, и он называется копия, точка deep копия от тот же n, вот это уже будет какой-нибудь х, вот. И вот этот х false. Он рекурсивно обошел все последовательности, которые у нас встречались в объекте n, и создал из них копии. Это не всегда надо. Обычно копия нужна ровно для того, чтобы, когда вы делаете, выбрасываете какой-то объект или добавляете его в список, чтобы исходный список не менялся. Но если вы модифицируете объект, на который указывают, ну, сами себе злобные буратины, а может быть, наоборот, вы так и хотели. Что еще можно делать со списками? Например, можно заменять секции списков на другие. Вот у нас есть наш список х, мы можем сказать, х от второго по пятый равняется и дальше произвольную последовательность, ну, не знаю там, квер. Как вы думаете, что при этом, что мы при этом увидим, если я скажу, выведу этот х? Диктойте. 0, 2, 3, 4, ку-ку, 0, 1, 2, а нет, правильно, 0, 2, 3, 4, дальше, нет, ку, что произошло? Мы взяли элемент 2, 3, 4, 5 не включили и заменили эту последовательность на вот эту последовательность. Мы заменили секцию на последовательность. Эта последовательность распаковалась и вставилась на нужные места. Если бы мы хотели заменить ее на один элемент, мы бы так и написали. что-нибудь типа заменить вот эту последовательность на вот эту. Понятно, как это сработало. Вот эта последовательность длиной из одного элемента мы удалили со второго по пятой и вставили вот это в качестве одной подпоследовательности. Здесь мы удалили со второй по пятой и вставили вот это, но это последовательность из четырех элементов, она была распакована, сформирована списком, и мы его вставили. Такая вот гибкость неимоверная. Да. Если мы с ним второго куда-то, то мы с ним взяли, то я понял. Да, я думаю, что так. Вы хотели вот этого. Вот это получится последовательность из трех элементов. Вот мы вырежем из нашей последовательности все со второго по пятый, не включая пятый, и вместо нее вставим последовательность из трех элементов. Что еще можно сделать со списками? Ну, дальше идут мелкие извращения. Ну, например, такое. Плохо видно. Мы можем сказать, а с первого элемента по седьмой с шагом 2 равняется, ну, все тот же квир, например. Что, в общем, логично. Не менее логично, что если мы скажем вот так вот, нас обругают. Ну, потому что в случае, когда у вас шаг единичный, мы просто убираем одну последовательность, вставляем другую. А если у вас шаг не единичный, то вообще говоря, мы поэлементно заменяем. И как заменить поэлементно три элемента на четыре? Ну, лучше даже не придумывать. Вот. Довольно редкая, на самом деле, в реал-лайфе ситуация. Я так не помню, чтобы когда-то делал. Но так можно. Да, конечно, можно и задом наперед, если что. Да? А от минус второго до, допустим, четвертого с шагом 3. Че-че-че? А че так мало? Он короткий, что ли, такой? А, с шагом минус 3, извините. Вот. Равняется. 100, 100, 100. Шмяк. Минус второй. Минус четвертый. Минус какой там получается? Седьмой. Все. Ну, хорошо. Значит, это... Как вы можете издеваться над секциями? Не лишне сказать, что модификация нашего списка, это модифицируемый список, это всего лишь наличие метода setItem, у которого ровно те же самые параметры, а именно то, почему у вас делается слайсинг, то, почему делается индексирование, и второй параметр, это что вы в это место хотите засунуть. Ну, что-нибудь типа такого, а третье равняется 4, это то же самое, что а точка setItem 3, ну, скажем, ну, у нас уже не 4, ну, по-моему, 40. Видите, вот мы положили сюда 4, а вот мы положили сюда 40. Если мы хотим более хитрую штуку, мы можем написать, ну, допустим, слайс от 3 до 9, и, соответственно, здесь должна быть последовательность, на которой мы этот слайс меняем, ну, допустим, там, не знаю, 7, 7, 8, 8. Вот, пожалуйста, мы удалили от 3 до 9 элемента, и вместо нее вставили 7, 7, 8, 8. Так это работает под капотом, абсолютно так же, как в прошлый раз, только на этот раз, видите, у нас еще появился второй параметр, что мы, собственно, засовываем туда. Вот. Обратите внимание, что с точки зрения пользователя, программиста, операция секционирования и операция индексирования – это две разные операции сильно, потому что там совсем разные параметры. С точки зрения вот этой подкапотной жизнедеятельности – это одна и та же функция setItem, которая просто, ну, немножко по-разному вызывается. Но это еще не все, потому что, вообще говоря, списки в питоне, это, как уже было сказано, динамический массив. Причем, если кто-то когда-то из вас реализовал динамический массив, вы помните, что это, в общем, довольно простая штука, за исключением ситуации, когда вся память кончилась. То есть, смотрите, что такое динамический массив? Заказываю массив на многое, на 100-500 миллионов килобайт. Ну, хорошо, байт. Начинаю там хранить элементы. И говорю, у меня массив длиной 10, на самом деле. Память у меня 100-500 миллионов заказная, а массив длиной 10. Добавляю еще один элемент – становится 11. Добавляю еще 100-500 миллионов минус 3. Получается 100-500, 100-400-99-98. Добавляю еще один элемент – влезает. Добавляю еще один – все, места больше нет. Гвидон довольно много подумывал над этой темой и решил, что динамический массив в питоне, он же список, он же лист, будет работать следующим образом. Когда вы заводите лист пустой, на самом деле он заводится на 8 элементов. Вы добавляете туда первый элемент, в смысле нулевой, первый, второй, третий, седьмой. Добавляете в него восьмой элемент. И происходит релацирование, перераспределение памяти, и ваш список внезапно оказывается в таком месте в памяти, где у него уже 16 элементов. После чего начинаете добавлять туда. Опять забился, еще раз на раз увеличивается. В конце концов, вам закажут столько памяти, что у вас будет половина ее занята, а целиком вы ее занять не сможете, потому что вам не нужно. Это и есть оптимальный размер вашего списка. Обратное тоже верно. Если вы начинаете из этого списка яростно удалять, то в какой-то момент он опять релацируется, чтобы убрать огромное количество свободной памяти. Но там это уже определяется движком питона. Это, так сказать, этим можно управлять, но не надо. Вот. В чем бонус этого механизма? Пока вы не делаете релокацию, ваш динамический массив работает со скоростью массива. Ну, с точностью до того, что это не массив, а таблиц, что в массиве у вас лежат идентификаторы, а потом по ссылке лежит объект. Операция индексирования, то есть взять элементу номер сколько-то, по объекту типа лист имеет константную сложность. Помните, как искать десятый элемент в связанном списке? Пройти весь список. Найти десятый. Операция поиска элемента, равного чему-то, в массиве работает с той же скоростью, что и в списке, потому что вы все равно должны его пройти. То есть единственное, что работает с массивами медленнее, чем с связанными списками, это какая операция? Добавление. Нет, неправильно. Слово добавление как раз можно интерпретировать по-разному. Удаление более 10. Да. Значит, питоновские списки устроены таким образом, что добавление в конец и удаление с конца – это очень дешевая операция. Вообразите себе память, в которой набиты элементы, и вы добавляете в конец просто путем дописывания в конец этой памяти. И удаляете просто путем уменьшения указателя этого поплавка. Добавление в конец питоновского списка и удаление из конца питоновского списка имеют константную сложность. Поэтому есть специальный метод, который называется append. Именно поэтому я сказал, что добавление неправильно. Сейчас скажу, что правильно. Ну, там, не знаю, там... Добавить в конец списка. Снять элемент с конца списка, заодно его, как бы, куда-нибудь можно будет присваивать. Это что за абстракция? Стэк. В питоне есть дешевый способ реализации абстракции стэк, уже сделанный. Вот он. Он дешевый. Добавление в конец и удаление с конца работает с константной скоростью. Но поскольку это массив, то, разумеется, любая модификация не конца нашего элемента типа лист, она, ну, линейная. Если мы берем и говорим что-то типа а точка поп нулевой элемент, то фактически у нас происходит настоящее удаление нулевого элемента из массива. Нулевой элемент мы вот возвратили здесь. Первый элемент поставили на место нулевого, второй на место первого и так дальше. Короче говоря, операция... Ну и, соответственно, insert. Операция вставки и удаления элемента из произвольного места в питонском списке имеет линейную сложность. Особенно из начала и из конца. Поэтому использовать его как стэк удобно, а использовать его как такую структуру данных, которую вы вставляете в произвольное место, неудобно. И при споре любителей связанных списков с любителями динамических массивов постоянно происходит рубилово. А вот как же? У вас в ваши динамические массивы операция вставки в произвольное место, она линейная. А у нас связанный список, она прям вот константная. Кто мне может назвать два алгоритма? Два. Один я знаю. Два алгоритма, требующие, при работе с списковыми структурами данных, неважно какими, требующими вставки в произвольное место. И не требующим при этом предварительного поиска этого места. Потому что поиск в обоих случаях у нас линейный. А я знаю. По-моему, сейчас, двусвязные списки, что ли, да? Или кольцевые? Ну, короче, нет, я забыл. Я не помню, правда. То есть, смотрите, есть какой-то один-единственный юзкейс, когда вы можете вставлять произвольное место, не ища его. Вот. В принципе... А, вспомнил. Я вспомнил. Это называется абстракция очередь. Абстракция очередь требует добавления с одного конца, а удаления с другого. И на этот счет список питоновский непригоден. Потому что в зависимости от того, что вы считаете концом очереди, либо операция добавления, либо операция удаления будет линейной сложностью. Понятно. Так вот, для таких, которые любят очереди, есть специальный объект данных, реализованный отдельно модуле, который называется Collection. Сейчас скажу. From Collections. Что, что, что? Да и, по-моему, нормально. Collections. Collections. Ага. QE-U-E. Нет? А, не QE-U-E, она DECO называется. DECO-U-E. О! Вот эта DECO, можно ее считать как колоду карт. Только колода карт пишется DEC, да, а это DECO. DECO-U. Это такой Q, только не Q. Двойной Q. Вот. Эта DECO, это такой двухсторонний список. В том смысле, двухконцовый. DECO-U-E. В него обе операции. Давайте, D.DECO. DECO-U-E. DECO. 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 и от конца. Обе дешевые. Как там внутри реализованы, я подозреваю, что просто в виде двух списков, которые где-то там потом друг между другом посередине перераспределяются. там есть POP и POP-LEFT, то есть вынуть справа, вынуть слева, аппенд и, соответственно, аппенд-лефт, я так понимаю, да? Аппенд и аппенд-лефт. И это главное отличие, что у нас есть две отдельные операции добавления с разных сторон. Вот. Ну, а все остальное не так интересно. Есть еще операция ROTATE, это вынуть с одной стороны и положить в другую. Потому что, как вы понимаете, для такого типа данных она может быть более легкой, чем операция сначала снять, а потом положить. Аппенд. DECO. Если вам нужно организовать очередь, не делайте ее списком, делайте ее DECO. Так. Время у нас заканчивается, прям-таки катастрофически. Ну, и осталось не так много. Помимо методов insert, append, pop и что там еще, есть еще метод extend, который вставляет кусочек списка. Это то же самое, как если бы вы присваивали секцию внутрь секции. Ну, это бог мы с ним. Значит, что я хотел еще сказать. Циклическая сборка. Смотрите. Мы можем сконструировать список путем явного перечисления элементов вот таким образом. Да, там L равняется, квадратная скобка, и пошло. Так, вот здесь вот не пройдет. Мы можем сконструировать список, преобразовав его из другой произвольной последовательности. Поскольку у нас в конструкторе стоит последовательность, она будет пройдена поэлементно, и мы получим список в качестве результата. Но в питоне есть прекрасная возможность сконструировать список, попутно вычисляя его элементы. Для этого используется штука под названием циклическая сборка, которая выглядит примерно так. У нас какая-то формула. Ну, допустим, 2 умножить на n плюс 1. for, n, in, и дальше какая-то последовательность. Что? А, ну да. Я забыл скобочки поставить. Обратите внимание, что это не оператор for. У него вообще не такой синдекс. Это такое циклическое выражение, используемое при конструировании последовательностей в питоне многих. То есть, вот этот кусочек действительно похож на оператор for, потому что здесь какие-то имена, здесь какая-то последовательность, а здесь какое-то выражение, которое будет вычислено над этими именами, последовательно связывающими элементы последовательности. вот, и вот сколько таких элементов будет, такого размера список нам и сконструируется. Нужно ли пояснение вот по этой конструкции? Она очень удобная, активно советую использовать и очень не советую ее не понимать. Да, я понимаю, что вот люди уже разминают голову, делают массаж мозга, голова уже немножко кипит, но потерпите. Мы уже почти закончили. Я один кусочек выброшу, который на сегодня запланировал, потому что понял, что я забыл включить в план методы списка, и поэтому, да. Значит, циклическая сборка – интереснейшая штука на самом деле. Ну, естественно, вы можете собрать список из любой последовательности, ну, например, из какой-нибудь строчки, да, вот так вот. Смотрите, она работает, как если бы вы взяли операцию… Оно работает так. Вот как она работает. С одной важной разницей, очень важной. Во втором случае вы шесть раз, ну, столько, сколько у вас длина последовательности, вызвали метод append, то есть ваш список существовал в виде пустого списка, дальше append – список с одним элементом, дальше append – список с двумя элементами и так дальше. В первом случае циклическая сборка породила единственный список на базе того, как она проходила эту последовательность. Как там внутри это сделано, методом append или каким-то более эффективным способом, я не знаю. Это первое, да, вот в чем разница. И вторая разница, конечно, состоит в том, что первое… Первый способ задания списка – вот этот, занимает одну строчку, а вот этот – четыре. Три. Два. Ну и, в принципе, если научиться вот такие штуки читать, они, в общем, довольно неплохо читаются. Значит, для тех, у кого голова еще не кипит, хотя вряд ли такие присутствуют, потому что у меня уже начинает закипать. Скажу, что, в принципе, циклический элемент, вот этот, циклическая сборка, может содержать в себе вложенные циклы. Давайте просто ужаснемся, как это выглядит, и не будем сильно что-нибудь типа и, ж, и умножить на 2 плюс 1, на ж, и плюс ж. Фор, и, ин, 24, 25, фор, ж, ин, 6, 7, 8. Вот так. Фактически у нас тут ни много, ни мало декартового произведения, вытянутые в строчку. Видите, да? У нас должно быть сколько? 12 элементов, да? Вот эта фигня, спасибо за вопрос, работает абсолютно так же, как если бы вы ее написали в виде двух операторов фор в столбик. Взяли пустой цикл, записали фор и, ин, значит, давайте. Ну, потому что это важно. Ну, и тут такой тюплик туда засунули. Нет, вот такой. И понимаете, это следует ровно так. То есть, если вы хотите прочесть, как работает списковая сборка, представляете себе вот этот вложенный цикл. Так, нам катастрофически не хватает времени. Поскольку осталось всего 7 минут, я не думаю, что есть необходимость. Я лучше это в следующий раз договорю. Будет у меня должок, расскажу про множество в следующий раз. С множеством никаких проблем нету, кроме того, что я бы просто хотел показать примеры на множество, на свежую голову, а не на взбухшую. Но то, что нам нужно знать перед тем, как мы закончим, это то, что последовательности могут быть не только хранимые, но и вычислимые. То есть, такие, метод getItem которых возвращает чего-то, что сам только что вычислил, а вовсе не чего-то, что хранится в памяти. Самая типичная, любимая всеми и часто-часто нужная вычислимая последовательность, которую я стремительно избегал в этих примерах, а должен был не избегать, это объект типа range. объект типа range – это вычислимая последовательность, в данном случае от 0 до 10, не включая 10. Она является последовательностью. Вы можете написать for r in range. Нет, for, допустим, i in r. И пройти по объекту типа range циклом, кстати, что будет, если я напишу еще раз. Все то же самое. Это вычислимая последовательность, более того, она индексируемая. Мы всегда можем сказать, что третий элемент r равен чему-то. Ровно так же, как при операции индексирования, при создании слайса, при создании объекта типа range вы можете создать какие угодно, какие угодно границы. Ну, допустим, range от, там, не знаю, 5 до 100 с шагом 7. Это будет range от 5 до 100 с шагом 7. Ну, вот, кстати, маленькая эта самая штука. Если вы в функции print укажете yent равняется чему-то, то вместо перевода строки у вас в конце работы операции print будет выводиться этот самый yent. Вот как сейчас. Вот. Точно так же, как при создании слайса, при создании range совершенно необязательно соблюдать какой-то здравый смысл. range является полноценной последовательностью, по нему можно пройтись циклом, его можно распаковать, вы можете написать a, b, c, d равняется range range от 8 до, чего там, 12, вы можете преобразовать range в список, l равняется range, равняется list, вот range от, допустим, 200. Таким образом можно по-быстрому создавать большие списки, хотя большие списки можно и циклическим конструктором делать. Вот. И, как ни трудно догадаться, объект типа range вычислимый используется для того, чтобы из цикла for у вас получился цикл со счетчиком, как во всех ваших других любимых языках программирования. Вот. А именно for e in range, вот там, pt, print e. Вот. В отличие от списков, кортежей, строк, множеств, которые мы пойдем в следующий раз, range не живет памяти вообще, потому что, как вы понимаете, это просто обычное арифметическое действие. У объекта типа range, разумеется, есть метод гитайтин, потому что к нему применима операция квадратная скобка. Но соответствующий элемент, который возвращается, когда мы говорим out of range. Ой, а, он пустой же. Ничего удивительного, что гитайтин выдает out of range. Этот range не содержит ни одного элемента, потому что от 5 до минус 100. А вот если бы я сказал от 5 до минус 100 с шагом 7, с шагом минус 7, тут бы было совсем другое дело. Вот он. И тогда бы он заработал. Вот. Потому что вычислить значение седьмого элемента последовательности от 5 до минус 100 с шагом 7, как нефиг делать. Соответственно, в наших домашних заданиях, которых еще нет, они по традиции появятся завтра или послезавтра, потому что такого рода лекцию мне опять пришлось перекраивать и читать по новой. Скорее всего, я буду рассчитывать на то, что вы умеете пользоваться циклом 4, вот, что вы умеете работать с последовательностями, и, собственно, на последовательность все задание и будет. Все, у меня все. Сейчас я посмотрю, все ли у меня. Вопросы какие-нибудь? А то зашевелились. Вдруг там что-то непонятное. Да? Вы сказали, что рейндж не занимает память. То есть он не хранится никак. Смотрите, разумеется, хранится. Но если вы сделали рейндж на 100-500 миллионов элементов, он не занимает 100-500 миллионов памяти. Что? Вычисляет. Да. Это же простейшая арифметическая операция. А минус Б, ну, понятно. Поскольку все уже побежали, видимо, вопросов нету. Ну что, спасибо. Ага, есть вопрос? Да. Давайте громче. В самом списке, если заменить элемент одного типа, допустим, третий в списке, на элемент другого типа, адрес элемента меняется? Ну, разумеется, меняется. Смотрите. Но понятие адрес элемента, понятие адрес элемента вас не должно обновлять вообще никак. Потому что в самом стандарте языка его нету. Идентификатор меняется. Но идентификатор у всех объектов и без того разный. Илья не понял вашего вопроса. Возможно, вы поняли. Но у меня уже не знаю. Допустим, если у нас М4. Диктуйте. В четвертой в списке М. Вот адрес от него. У него нету адреса. Давайте пользоваться... Да, да, да. Давайте пользоваться термином идентификатор. Потому что... Смотрите. Это не идентификатор четвертого объекта в списке М. Это идентификатор вот этого объекта. Понимаете? То, что он четвертый в списке М, это такое имя, такая очередная ссылка на него. Это его способ связывания. Мы, когда с вами про словари будем говорить, мы поймем, что в питоне на самом деле ровно один способ связывания, а не два. Пока мы считаем, что у нас два способа связывания. Участие в списке или там в кортеже и имя. На самом деле это одно и то же, но не сейчас. Соответственно, если мы заменим на какой-то другой объект, смотрите, допустим, на строку, то, разумеется, это и будет этот объект. Это его идентификатор, не идентификатор четвертого объекта в списке. Это идентификатор того объекта, который в списке хранится. И он, конечно, будет не тот. Так что будет, если мы не с уже созданным, а допустим, в строку введем? Да без разницы. Ну что, еще раз всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ